Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, все чаще и чаще я получаю комментарии, возможно, зрители не посмотрели видео о том, сколько же стоит контент о минимализме, сколько приносит дохода блогеру одно видео о минимализме по сравнению с видео, например, распаковочка, либо мои приобретения косметики, либо бьюти-контент. И тем не менее, да, мне до сих пор приходит критика о том, что весь мой минимализм был наносным для того, чтобы привлечь аудиторию. Ну что ж, будет так, мне поступил очень интересный вопрос, на который бы мне хотелось ответить по поводу года без покупок. Одна зрительница, по всей видимости, искренне интересуется моим мнением, потому что она спросила меня, «Яна, а как вы относитесь к тому, что очень многие блогеры проводят так называемые марафоны, год без покупок, а потом либо в процессе рассказывают о том, как все это происходило?» Могу сказать, что у меня двоякое отношение к году без покупок. С одной стороны, я являюсь человеком, который в очень многих сферах, например, в той сфере, что касается уборки. Я являюсь человеком, который не просто год без покупок, а какие-нибудь два с половиной года без покупок. Недавно я пополнила арсенал своих средств для уборки промышленными средствами для уборки, просто потому что я рассказывала, пришла сеньора, которая должна была помогать мне убираться, но мы не сошлись в взглядах на графики, на удобство, на то, как должна происходить уборка. Я явилась обладательницей батареи средств, примерно 5, а то и 6 средств она попросила меня купить. У меня также появилась чудесная швабра и также появилось ведро, которое сломалось, у него отломалась ручка. Теперь не знаю, если я выброшу ведро, то придется выбросить и швабру, потому что там система отжима стоит. Либо нужно покупать новое ведро, чтобы не выбрасывать швабру, либо, в общем-то, как это часто бывает, на самом деле покупки приносят больше головной боли, заботы об этих вещах, чем, в общем-то, того, что мы от них очень часто ожидаем. Вот со мной так произошло. Поэтому, с одной стороны, я человек, который на самом деле год без покупок, также и в том, что касается декоративной косметики. Я стала активно заглядывать в магазин MAC, а также KIKO, просто потому что они находятся по пути моего следования за стрит-стайлом, хотя в Падду, конечно же, есть крупные магазины, где, возможно, и косметика лучше, и выбор больше, и консультанты более грамотные. Тоже есть видео на канале, как меня в MAC, что называется, бесплатненько на день рождения накрасили. Но как-то вот к этим двумаркам я уже привыкла и нахожу там, в принципе, то, что мне нужно. И могу сказать, что до записи канала я тоже была человеком, который очень-очень долго не покупал. Но, внимание, мое двоякое отношение связано к году без покупок, либо три месяца без покупок. А также с тем, что я находилась в несколько других условиях. Помимо того, что я не была блогером, а все мы понимаем и должны прекрасно себе отдавать отчет, что на самом деле все, кто делает себе селфи, должны знать и прекрасно знать, что все-таки камера, она любит некую четкость в линиях. То есть бровочки желательно подвести, реснички желательно накрасить. А вот в повседневной жизни очень часто женщины выглядят и моложе, и легче, и свежее, вот без макияжа. Это я совершенно точно по себе могу сказать. И я начала снова покупать, помимо того, что я стала блогером. Но это также совпало с тем простым фактом, что мои маленькие дети, младшие, двое младших детей стали подрастать. Поэтому, как я много раз рассказывала, мои непокупки были продиктованы также тем, что у меня очень сильно поменялась жизнь в связи с рождением двух младших детей. Очень сильно поменялись ритмы. В эти ритмы мне никак нельзя было уместить поход по каким-то магазинам. Даже поход в супермаркет стал большой проблемой. Поэтому, в принципе, с одной стороны, я знаю, что такое год без покупок, два года без покупок в какой-то определенной сфере. И опять же, забегая вперед, возможно, каким-то комментариям, почему у меня так много одежды. Потому что я долго хотела иметь второго ребенка. У Егора и у Габрюшечки большая разница. В итоге я уже, ну, не могу сказать, что я потеряла надежду иметь второго ребенка, но я не знала, когда это случится. Вот это случилось, когда случилось. И к тому моменту я хорошо, как и всегда, закупалась одеждой. И, соответственно, потом я просто ее не носила. А потом я вышла на третью беременность. Соответственно, все то, что было куплено, с чего не срезана этикетка. У меня очень много обуви, которая еще в коробках лежит, которая на каблуках. Я даже не знаю, смогу ли я ее вообще когда-то надеть. Учитывая, что теперь всегда, когда я выбираю с семьей, я совмещаю приятное с полезным, прогулку с семьей, а также свою работу. Соответственно, я вот таким образом отношусь к году без покупок. Почему сейчас я не буду совершенно точно делать марафон месяц без покупок, два месяца без покупок, либо тем более год без покупок? Прежде всего, потому что я вышла вот из этого своего периода постпартум, то есть послеродового состояния. Вы знаете, я на самом деле с таким огромным удовольствием, я сейчас помню, отводила габрюшечку в сад. Тогда Данечка был новорожденный, то есть ему еще и года не было, когда габрюшечка начал сад. Вот для меня каждый выход в детский сад был выход, как, наверное, раньше не был выход в ресторан, либо прогулка совместная с мужем, либо вот в Москве мы, например, куда-то в кино ходили, выбирались, я уже даже эти времена, я не помню. Я на самом деле настолько была поглощена материнством, тем более на тот момент я была практически стопроцентно одна с двумя на тот момент детьми. Мне так не хватало элементарного душа с утра, когда ты волосы феном посушишь, когда ты платье можешь не просто надеть, а выбрать из трех возможных вариантов, выбрать один. Что теперь я снова вышла в этот период, Данечке почти четыре года, и я могу сказать, что я наслаждаюсь, во-первых, тем, что я имею, и тем, что я хочу дальше покупать. А я буду покупать, несмотря на то, что я буду продолжать записывать контент о минимализме, я не вижу никакой несостыковки между тем, что минималист себе что-то покупает. В моем случае это одежда. Опять же, какие-то вещи я покупаю, и просто об этом либо не рассказываю, либо действительно я вообще ничего не покупаю. Например, на кухню, например, постельное белье. Тоже много раз рассказывала, что у меня огромный запас. Вот детской одежды, я на самом деле являюсь человеком, мамой, которая детскую одежду год не покупает вообще никакую. Последняя закупка детской одежды, я показывала на канале распаковку, я что-то купила для своих мальчишек, а потом поняла, что очень этого много. Даже вот эта точечная закупка, штанишки-штанишки, маечки-маечки, для меня это много, как для матери, которая следит за одеждой своих детей. И просто я поняла, приняла тот факт простой, что мои дети не вынашивают даже вот эту точечную закупку. Одежды очень много. Еще, если я буду дополнять, то, соответственно, это не имеет никакого рационального смысла. Поэтому я являюсь человеком, который, многие, наверное, скажут, экономит на своих детях, на одежде. Но я считаю, что мои дети в кадре, да и не в кадре, в повседневной жизни, они в сад так ходят, прекрасно выглядят. Каждый раз, точнее, когда они попадают в кадр, они прекрасно выглядят. У них новая одежда, она не заношенная, она чистая. Соответственно, я являюсь, да, человеком, который год уже не покупал ничего, совершенно ничего для своих детей. Исключение составляет куртка для Егора, потому что, ну, нужна была действительно куртка для Егора. А вот то, что я раньше покупала, ой, на скидочке штанишки хорошие, а если купить две пары на скидочке, то, в общем-то, и почти бесплатно вторая, либо третья пара. Вот это меня уже, на самом деле, не интересует, это проходит мимо меня. Поэтому для себя я и не вижу никакого смысла в этой потребительской диете. Но, внимание, как человек, который недавно провёл гречневый марафон, сам на нём прекрасно, прекрасно себя чувствовал, как человек, который поменял своё отношение к питанию, в том числе, я считаю, что некое воздержание, которое заранее определено определённым сроком, то есть мы устанавливаем себе, что мы будем на гречневом марафоне 10 дней и стараемся эту дистанцию выдержать, либо мы устанавливаем себе, что мы будем 3 месяца без единой покупки в какой бы то ни было сфере нашей жизни, либо только в одной сфере, я считаю, что это очень и очень эффективный способ. Потому что, как случилось со мной на гречневом марафоне, да, я посидела там эти 10 дней, установленные для себя, либо 15, либо 20, и со многими произошло именно так же, а потом, когда ты выходишь из этой диеты, меняется твоё отношение, всем доброе утро, а потом, когда ты выходишь из диеты любой, ты можешь поменять действительно своё отношение к порциям, к чистоте приёма еды, я много раз об этом рассказывала на гречневом марафоне, вот так же может случиться и с покупками. Поэтому, с точки зрения начинающего минималиста, вот такая потребительская диета в виде, ну, на самом деле, я думаю, что вот год без покупок, это человек должен прийти через экстремальное потребление к минимализму, что у него на год вперёд всё есть. Мне кажется, год без покупок это нечто экстремальное, нечто неудобное. Я за то, чтобы жизнь была радостной, счастливой и комфортной. И именно поэтому я считаю себя минималистом, именно поэтому мне нравится философия минимализма, потому что она позволяет мне совершенно точно, позволила точнее в прошлом и позволяет сейчас совершенно точно понимать, что мне нужно, в каких количествах, когда мне это нужно, почему мне это нужно. У меня больше к самой себе вообще вопросов не осталось. Я совершенно точно знаю, сколько я готова заплатить, где я готова переплатить, а где наоборот, я буду очень-очень радоваться, что купила трусы, что называется, на рынке. У меня всё стало на свои места, и это благодаря минимализму совершенно точно. Поэтому, отвечая на такой вопрос, я хорошо отношусь вот к такой потребительской диете прежде всего, потому что вообще в жизни я считаю некое воздержание, оно сродни самодисциплине. Кто-то называет диету диетой, кто-то называет некое воздержание в еде постом, и я считаю, что это очень, что называется, благостно для нас, нашего здоровья, нашего восприятия самих себя. Поэтому, если вы хотите провести такой эксперимент, я вам искренне желаю попробовать. Единственное, что я бы начинала с небольших периодов, допустим, два месяца без покупок, два месяца без покупок в какой-то одной сфере, где есть ваша слабость, в моей сфере, точнее, в моём случае, это скорее всего была бы одежда, конечно же, потому что именно там я всегда перегибала палку, а сейчас, нет, я считаю, сейчас у меня всё очень в порядке, минималистично, именно столько, сколько мне нужно здесь и сейчас. Чего я всем своим зрителям, минималистам желаю? Желаю прежде всего понимать, сколько, чего, когда и почему нам нужно. И если для этого нужна потребительская диета, как некий толчок, почему бы и нет? Моя гречневая диета изменила мою жизнь. Возможно, потребительская диета поменяет ваше представление и изменит вашу жизнь прежде всего в лучшую сторону. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.